Бисмилляхи рахманы рахим. С именем Аллаха, милостивого и милосердного. Сахих Аль-Бухари. Книга 1. Начало откровения. Глава. О том, как откровения начали ниспосылаться посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Хадис под номером 1. Сообщается, что Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал. Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Поистине дела оцениваются только по намерениям. И поистине, каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести. Поэтому, переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которую он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся. Хадис под номером 2. Подобно звону колокола, что является для меня наиболее тяжким. А когда я усваиваю сказанное, это покидает меня. Иногда же ангел предстает передо мной в образе человека и обращается ко мне со своими словами. Я усваиваю то, что он говорит. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала. И мне приходилось видеть, как в очень холодные дни ему неспосылались откровения, а после завершения неспослания, салба его всегда отлился пут. Хадис под номером 3. Сообщается, что мать правоверных Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала. Не спасла ни откровения посланнику Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Аллах началось с благого, видений во сне, а никаких иных видений, кроме приходивших подобно утренней заре, он никогда не видел. Затем ему была внушена любовь к уединению, и он стал часто уединяться в пещере на горе Хира, где занимался делами благочестия, что выражалось в поклонении Аллаху. В течение многих ночей, пока у него не возникло желание вернуться к семье. Обычно он брал с собой все необходимые для этого припасы, а потом возвращался к Хадидже и брал все, что ему было нужно для нового такого же уединения. Это продолжалось до тех пор, пока ему не открылась истина, когда он находился в пещере на горе Хира. К нему явился ангел и велел «Читай». На что он ответил «Я не умею читать». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Тогда он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела, а затем он отпустил меня и снова велел «Читай». Я сказал «Я не умею читать». Он во второй раз сжал меня так, что я опять напрягся до предела, а затем отпустил и велел «Читай». Я снова сказал «Я не умею читать». Тогда он сжал меня в третий раз, а затем отпустил и сказал «Читай во имя Господа твоего, который сотворил, сотворил человека из гуска. «Читай, а Господь твой щедрейший». Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сердце которого трепетало от страха, вернулся с этим. Вошел к Хадидже, бинт Хувайлет, да будет доволен ею Аллах и сказал «Укройте меня, укройте меня». Его укрыли, и он оставался в подобном положении, пока страх его не прошел, после чего он сообщил ей обо всем и сказал «Я испугался за себя». Хадидже сказала «Нет, нет, клянусь Аллахом, Аллах никогда не покрой тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя слабым и отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды судьбы». А после этого Хадидже вышла из дома вместе с ним и привела его к своему двоюродному брату Бараке бин Науфаль бин Асаду бин Абдаль-Озе, который в эпоху Джахилии принял христианство, пользовался для своих записей письменности иудеев, выписывал из Евангелия то, что было угодно Аллаху, и к этому времени являлся уже глубоким слепым старцем. Хадидже сказала ему «О сын моего дяди, выслушай своего племянника». Варака спросил его «О племянник, что ты видишь?» И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил ему о том, что он видел. Варака сказал «Это тот же ангел, которого Аллах направил к Мусе. О, если бы я был молод в эти дни и мог дожить до того времени, когда народ твой станет изгонять тебя». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил «А разве они будут изгонять меня?» Варака ответил «Да, ибо когда бы не являлся человек с чем-либо подобным тому, что принес с собой ты, с ним всегда враждовали, но если я доживу до этого дня, то буду помогать тебе, как только смогу». Однако Варака скоро умер, а откровения временно прекратились. Хадис под номером 4 сообщается, что Джабир бен Абдуллах Аль-Ансари, да буден доволен Аллах ими обоими, рассказывавший о периоде временного прекращения откровения, среди прочего сказал «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Как-то раз я шел по дороге, и вдруг услышал голос неба. Я поднял голову и увидел явившегося ко мне в пещеру на горе Хера-ангела, который на этот раз сидел на троне между небом и землей. Я испугался его, вернулся домой и сказал, «Укройте меня, укройте меня». После чего Аллах Всевышний не спослал аятов, в которых говорилось, «О завернувшийся, встань и увещевай, и Господа своего возвеличивай, и одежду свою очисть, и скверно избегай». А после этого откровения возобновились с новой силой и стали приходить одно за другим. Хадис под номером 5 Сообщается, что толкуя слова Всевышнего, «Не шевели языком своим, повторяя его, чтобы ускорить это». Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал, «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, всегда испытывал напряжение во время неспослания откровений, что заставляло его шевелить с губами». Ибн Аббас сказал, «И я пошевелю губами так же, как делал это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Ибн Аббас сказал, «И Аллах Всевышний не спаслал аяты, в которых говорилось, «Не шевели языком своим, повторяя его, чтобы ускорить это». Поистине, это нам надлежит собрать и прочесть его». Ибн Аббас сказал, «Это значит, собрать его для тебя в твоем сердце так, чтобы ты смог читать его». Что же касается слов Аллаха Всевышнего, а когда мы прочитаем его, следуя его чтению, то Ибн Аббас сказал, «Это значит, слушай его внимательно». Аллах Всевышний сказал, «Далее, поистине надлежит нам разъяснить его». Ибн Аббас сказал, «Это значит, далее надлежит нам сделать так, чтобы ты читал его». И после этого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, всегда выслушивал Джибриила, когда тот являлся к нему. А после того, как Джибриил уходил, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал аяты Корана, так же, как читал их он. Ибн Аббас.